МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премьерный показ полнометражной картины «Время вернуться» прошел в кинотеатре «Товарищ». Нужно больше просвещать молодежь в этом направлении. О чем историческая правда? А также дорожный ремонт, юридическая помощь и память поколений. В Беларуси проживает более тысячи ветеранов и свыше 7 тысяч лиц, пострадавших от последствий войны. Какую поддержку оказывает государство? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. День Христова воскресенья. В светлый праздник Пасхи Александр Лукашенко посетил Святый Линский храм Свято-Успенского женского монастыря в Орше. Белорусского лидера встретили с радушием. Наряду с пасхальными ритуалами глава государства уделил внимание прихожанам и землякам. В разговоре с ними президент затронул вопросы мира в человеческих сердцах, значимости церкви в жизни населения и о том, что делает нас искренними. Эта река и этот храм объединял три славянских народа, братских, русских, украинцев и нас, белорусов. К сожалению, сегодня случилась беда по соседству. Но я абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тем временам, когда наши народы будут вместе. Помимо прочего, во время встречи Александр Лукашенко вручил игумене монастыря икону, которая перейдет в расположение храма. Рога и копыта после нападения быка стажер-пастух оказался в реанимации. Случай произошел в Могилевском районе. С территории сельхозпредприятия в больницу был доставлен 60-летний сельчанин. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Работники, которые привезли пострадавшего в больницу, пояснили, что мужчина получил травмы в результате нападения животного во время загона стада крупного рогатого скота. Установлено, что пожилой сельчанин не был трудоустроен и всего второй день находился на ферме в качестве стажера-пастуха. Следственным комитетом проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Не по дням, а по часам. Посевная кампания на особом контроле у президента. На днях глава государства познакомился с ходом работ в Костяковичском районе. Задача для всех одна. До 9 мая финальные семена должны залечь в поля. О том, как выполняется четкий месседж главы государства, далее. Не покладая рук, Александр Меньков более 10 лет за рулем трактора в полях СПК «Гигант». Как никто знает, качественная посевная – залог высокого урожая. Трудится ежедневно с утра до вечера обеспечивать продовольственную безопасность страны и стенах либо робов. Без этой профессии никак. Не каждый так бы и смог. Есть люди, которые приходили в хозяйство, поработали месяц, два, три и уходили. Потому что тяжело и так далее. Люди как в городе работают. Два выходных, с восьми до пяти, праздники, пять дней, шесть дней. У нас такого нету, поэтому это надо привыкнуть. На 87 гектарах этого поля проходит нарезка борозд под посадку сорта картофеля «Бриз». Эталона вкуса, урожайности. Междурядье – минимальная высота гребен. Стыковой ряд. Технологии соблюдается с точностью до сантиметра. Качественное оборудование – верный помощник. Автопарк представлен более 30 видов техники, которая задействована в сегодняшнее время на полях. И в этом году мы приобрели новый аппарат, который предназначен для высева. Это селка «Амазон». Также, конечно, в год качества дополнительный контроль со стороны механизированной службы по ремонту и обслуживанию техники. «Мустанг-элита» – яровой ячмень залегает в почву на финальном поле. Норма высева на гектар – 150 килограмм, а это – 3 миллиона семян. Подготавливают почву два культиватора. График работ плотный, но профи справляются. Отец был механизатором, понравилось. С ним катался со школы, пошел, отучился на механизаторе, пришел сюда работать. Ну, работа сложная, но помогает как-то справляться на любом своем делу к земле. Бутяга какая-то есть. Работа нравится. СЕФ – это закладка, СЕФ – это как фундамент. Задействованы только профессиональные механизаторы, потому что это очень ответственная работа. У нас индивидуальные всегда подходы. То есть это связано как с семенным материалом, так и с предпосевной подготовкой. Как будет качество, так мы к этому приравниваемся. Мы стараемся, чтобы все было качественно и в агротехнические сроки. Работа кипит вовсю, когда для комфорта труда созданы все условия. Питание – залог всего. Обед, ужин – по расписанию. В рационе присутствует, конечно, и горячее, и второе блюдо, и обязательно морс, если это жарко, минеральная вода, если погода плюс. Более чем плюс 25 градусов. Ну и холодный чай также есть в рационе. Ну а по насыщению блюд, горячим обязательно мясное. То есть, если механизатор будет работать до 9 или 10 вечера, он должен быть сытым. А если ты сыт, тогда и работа идет. Сельскохозяйственный кооператив ежегодно подтверждает громкий статус передовика области. Выращивают картофель, зерно, бобовые, кормовые. Гордятся и радеют душой за каждого сотрудника. Юлия Вернер, Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. С хлебом с солью новый конкурс и на стороне закона. 8 мая адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации для малообеспеченных. С какими вопросами можно обратиться. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси проживает более тысячи ветеранов и около 7300 лиц, пострадавших от последствий войны. В республике для них оказывается соцподдержка, бесплатное обеспечение лекарствами, ежегодное санаторно-курортное лечение, проезд на все виды городского и пригородного транспорта. Каждый год на льготы тратится порядка 30 миллионов рублей. С начала года в Беларуси на автомобильных дорогах общего пользования выполнили 448 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. Остаток без малого 24 тысячи. Показательный 16% больше, чем за аналогичный период 2023-го. В этом сезоне в рамках работ по эксплуатации ежедневно трудится порядка 200 бригад. Адвокаты Беларуси 8 мая проведут бесплатные консультации для малообеспеченных. Задать можно любые вопросы, не связанные с предпринимательской деятельностью и не требующие ознакомления с документами. Подробную информацию о проведении акции в каждом регионе можно будет узнать на сайтах территориальных коллегий адвокатов. С начала года без визам воспользовались более 77 тысяч граждан ЕС, среди которых больше половины литовцы, свыше 18 тысяч латвийцев и более 16 тысяч поляков. За все время Беларусь посетила под миллион иностранцев. Государственный пограничный комитет напоминает, режим продлен до 31 декабря 2024-го. Минприрода объявила конкурс на лучший слоган девиз ведомства. К участию приглашаются ученики учреждений общего среднего образования. Им необходимо прислать работу на электронную почту Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды по месту своего проживания. Победитель получит диплом и специальный приз. Заявки принимаются по 20 мая. Время вернуться. В кинотеатре «Товарищ» прошел премьерный показ военно-исторической драмы, посвященной 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Среди зрителей был и Виталий Гаврусев. В кинотеатре «Товарищ Аншлаг» премьера военно-патриотической драмы «Время вернуться». Перед началом показа зрителей ждет тематическая программа. В фойе гостей встречают ребята в форменной одежде. Организованы две тематические выставки «Хроника великого освобождения» и «У времени есть своя память». В центре находится символическая звезда памяти, на которой размещены фотографии освобождения города Бобруйска. И представлены книги наших бобруйчан, которые писали о войне. Это Алексей Бобков, Юрий Нестерович Князев, Рабкин и многие другие. Посмотреть киноленту белорусских кинематографов приходят педагоги, работники учреждений культуры, а также учащиеся старших классов. Не остается в стороне и руководство города во главе с Игорем Киселем и Ириной Рынейской. Возможно, мы сегодня счастливые люди, что мы имеем свободные взгляд и возможность жить и процветать и развиваться так, как считаем нужным. И важно другое ещё, что мы сохраняем своё историческое культурное наследие. И фильм, который мы сегодня посмотрим, сформированный именно на исторических фактах. Сюжет военно-исторической драмы основан на реальных событиях и повествует об уникальной операции белорусских партизан, которые находят путь в тыл врага через непроходимое болото. Благодаря сведениям партизанской разведки именно здесь и строят дорогу Лежнёв, дающие важное тактическое преимущество советским войскам в ходе операции «Багратион». «Я считаю, что таких фильмов должно быть как можно больше, потому что это нам даёт понять, как в те годы жили люди. Я считаю, что нужно больше просвещать молодёжь в этом направлении». Военно-историческая драма режиссёра Ивана Павлова «Дань благодарной памяти белорусов в подвигу прадедов и дедов-героев». Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Домашняя реабилитация. После поражения в Минске «Белшина» провела встречу в родных стенах против жодинского торпеда «БелАЗ-2». Субботняя игра стала для бобруйской команды первой в сезоне на поле «Спартака». Ранее проиграв столичному энергетик БГУ, подопечные Михаила Мартиновича с ярым настроем вышли добывать победу. Первый гол встречи пришёл на 23-й при подаче углового. Юрий Гаврилов точным ударом головой отправил мяч в сетку. Уже после Валерий Потороча удвоил преимущество хозяев. На два взятия ворот гости ответили голом в самой концовке. 2-1 победа красно-чёрных. Впечатления такие двоякие. По большому счёту хочется намного увереннее побеждать. Опять-таки, за чего? Из-за того, что имеет такое преимущество в созданных моментах. Болельщики верят, что уже с этой викторией у Шинника вновь начнётся победный путь. Оправдать ожидания игроки смогут уже в эту субботу. В выезде на Полесскую землю Белшина встретятся с Пинской волной. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова